На выставке в форуме «Россия» на ВДНХ в день Белгородской области ее главное достояние – жители. Те, кто ежедневно спасает жизни, защищает, наставляет и создает. Среди разных профессиональных династий и люди, которые превращают песок, железо, цемент в теплые и уютные дома. Строители и производители материалов. Зарубины, если учесть вклад каждого, в этой сфере без малого 200 лет. Больше 30 лет здесь живу. Я работала на «Энергомашу», работала на ЖБК. Везде люди добрые, работящие, целеустремленные. Наша область развивается семимильными шагами. Это благодаря тем людям, которые трудятся в нашей области. Ирина пришла на предприятие 25 лет назад. Практически с первого дня в институте знала, чему посвятить свою жизнь. С первого дня на заводе поняла, с кем эту жизнь она пройдет вместе. Да, я пришла 5 августа сюда устраиваться на работу. И как раз первый, кого я увидела, это был мой муж. Иногда я к нему подхожу и говорю, я к тебе сейчас подошла как мастер. Поэтому будьте любезны, вы слушайте и исполните. У Ирины с Евгением трое сыновей. Все, можно сказать, в инженерной сфере с самого детства. И муж, и я могли оставаться до семи, а садик-то работает тоже до семи. Поэтому приходилось кому-то из нас бежать, забирать детей, приводить сюда. Конечно, притягивающее детское внимание, загадочный мир огромных машин и родительский пример повлияли на интересы Ивана. Но признается, свой серьезный выбор сделал сам. Мне было интересно пойти в что-то, разбирать, собирать, заниматься чем-то с механическим. Я и выбирал, и решил выбрать слесаря. После того, как я подшел на слесаря, мне сказала мама, что мой прадедушка тоже был слесарем. Да, вот это бабушка, это мама. А я вот этот самый маленький. Самый маленький – это Николай Павленко, теперь первый по старшеству в большой строительной династии. На семейном вечере в родовом доме рассказывает, как еще ребенком его в Белгород привез отец Архип Иванович, родоначальник династии Павленко Зарубиных, который не только возводил предприятие с нуля, но и потом проработал на нем более 20 лет. Он сюда приехал, работал в этой компании, которая строила этот завод. А потом он перешел сюда и работать, в общем-то. И достраивали вот это жилище, вся семья сюда переехали. Вот тут мы и вырастали. Ходили в школу, учились, спортом занимались, ну, хулиганили, как пацаны все. Фамилию Зарубиных в династию привнес Федор Васильевич, муж сестры Николая Павленко. На завод он пришел в конце 90-х, за стабильностью. Нужно было кормить семью в трудное для страны время. 25 лет пролетели, как один миг. Сам пришел, сына привел. Разваливалось все. Вот пришел на завод работать. Там, где работал, организация стала разваливаться. Зарплату не платили. Пришел на завод. 22 миллиона квадратов тротуарной плитки, 70 миллионов стеновых блоков, 8 миллионов плит перекрытий. Это лишь некоторые статистические показатели работы завода ЖПК-1. Но за огромными цифрами стоят люди. Те, кто сегодня ежедневно запускает станки, режет и скрепляет металл. Те, кто стоял у самых истоков 70 лет назад. История завода, нашей области, огромной страны. Мозаика судеб семей, которые живут ради нее. Богдан Рисланов, Александр Сосоев. Такой день на Мире Белогория.